Привет всем! Спасибо, что зашли ко мне в гости на мой бьюти-ютюб-канал. В этом видео я покажу вам интересную идею о том, как можно организовать хранение парфюма, которое займет минимальное место на вашем макияжном столике, полке или комоде. И, конечно же, это видео будет полезно тем, кто хочет себя побаловать новыми парфюмерными покупками. Ну или же просто ищет какую-то конкретную информацию о каком-то определенном конкретном парфюме. Потому что в этом видео, приготовьтесь, будет очень много разного, абсолютно разного парфюма. Но, должна сказать, что я абсолютно не парфюмерный блогер и не знаю грамотные, красивые, правильные термины на эту тему. Поэтому я буду, конечно, рассказывать максимально просто, понятно и своими словами на эту тему. Но, в любом случае, конечно, я надеюсь, что это видео будет для вас максимально полезным и информативным. Приятного просмотра! Раньше я хранила парфюм следующим образом. Это выставленные флаконы в ряд, на комоде, на полочке. С одной стороны, это, в принципе, удобно сразу под рукой. То, что нужно взять и видно все, что есть. Но, со временем, я пришла к пониманию того, что это не совсем удачная идея. Во-первых, слишком много занимает такое хранение парфюма место. Особенно, если уже успела собраться кое-какая коллекция из баночек. И, во-вторых, как я заметила, начало собираться слишком много пыли. А теперь я покажу вам более компактный вариант хранения духов, который я придумала. На сайте тему, надеюсь, я правильно произношу, я нашла вот такой вот интересный органайзер. Посылка, которая мне пришла, была максимально просто упакована в прозрачный полиэтилен без коробок. И, на удивление, дошло все целым и ничего не разбилось. Состоит органайзер из трех вот таких вот прозрачных стеллажей, подносов. Я купила, как уже сказала, на сайте тему, но точно такое же находила и на сайте Amazon, AliExpress. На Амазоне это было дороже всего почему-то, на AliExpress примерно такая же ценовая категория, как и на сайте тему. Сначала уберу все свои хомяческие запасы парфюма, подготовлю поверхность для того, чтобы уже на чистую поверхность установить сам органайзер. Ну и вот, то, о чем я говорила, слишком много собирается пыли при таких вот хаотичных, ну или не хаотичных, просто расставленных баночках. Потому что, мне кажется, мало кто из нас будет прям каждые пять дней или неделю собирать эти все баночки, все эти парфюмы, убирать куда-то. Потом это все протирать, заново выставлять, протирать все эти флакончики. Мне кажется, слишком много разных телодвижений, которые, ну мало кто, согласитесь, из нас будет этим заниматься, поэтому мне и захотелось придумать какой-то более такой компактный способ хранения. В наборе шесть прозрачных трубок, палочек, которые нужно вставить в сами вот эти вот подносы, стеллажи. Вставляются, честно говоря, довольно так туго, плотно. Нужно приложить было такое, скажем, небольшое усилие, чтобы их аккуратно и хорошо так плотно вставить. После некоторого времени усилий, конечно, удалось мне это все вставить аккуратненько, и нижняя часть этого самого подноса, она крутится. Дополнительно протираю мой органайзер, потому что там была какая-то производственная пыль, небольшая такая грязь. И при том, как я протирала, заметила, что на этих подносах были вот такие вот небольшие, как царапины, сколы или какой-то брак производственный, возможно. Ну, конечно, за такую небольшую относительно цену, в принципе, мне кажется, это такое стандартное качество с китайских сайтов. Нашлась какая-то непонятная пластиковая нитка, поэтому, конечно, у кого домашние животные есть или маленькие дети, нужно аккуратно это все распаковывать и сразу убирать весь такой вот технический мусор. Креплю вторую часть стеллажа, тоже довольно так туго крепится, но, в принципе, можно это сделать. Получился такой вот результат. Я выбрала себе вот такой вот трехъярусный органайзер, есть также и двухъярусный, и в один этаж, скажем так, кому как удобнее уже. Минус, конечно, хранение духов на открытом пространстве, потому что, вы видите, на баночках собирается пыль. Раньше я хранила кафу на полке за дверцей зеркала, но сейчас с переездом у меня нет больше этой мебели, поэтому, конечно, пришлось изменить формат хранения. Идео сейчас это Шанель Куко Мадемуазель. Вечерний аромат или зимний. Для лета, конечно, он тяжеловат. Тяжеловат, верхние ноты здесь апельсин, мандарин, бергамот, средний, турецкая роза, жасмин и иланг-иланг. Базовые ноты пачули, белый мускус, ваниль. Многие считают, что это, конечно, аромат более для взрослых женщин, я с этим не очень согласна, потому что, мне кажется, он все-таки подойдет для молодых девчонок также. Например, те, кто любят более такие вот насыщенные вечерние ароматы. Ну и, как я уже сказала, для дня, мне кажется, это слишком тяжеловатый будет, но на вечер это очень такой шикарный, хороший, люксовый аромат. Следующий аромат Dolce Cabana The One, он принадлежит группе восточной, цветочной. Этот аромат есть у многих моих знакомых, большинство моих подружек любят этот аромат. Верхние ноты здесь персик, личи, мандарин, бергамот, средний, лилия, слива, жасмин и ландыш. Базовые ноты ваниль, амбра, мускус. Я бы его тоже отнесла более к зимним или же вечерним ароматам для лета. Он для меня лично немножко тяжелый аромат. Довольно отчетливо здесь чувствуется вот эта вот самая амбра и мускус. Опять же таки, его позиционируют как аромат для женщин. И опять же таки, я с этим заявлением абсолютно не согласна. Думаю, он отлично подойдет даже молодым девчонкам. Особенно тем, кто любят вечерние ароматы, такие вот цитрус-сладковатые, мускус-запахи. Следующий аромат решила вам показать на всякий случай. Я нашла в супермаркете по большим скидкам. Я даже не знаю, что это за производитель. Наверное, какой-то, возможно, китайский стоил этот аромат что-то около 6 долларов. Это просто самый бюджетный бюджет, который возможно найти. И чем он мне понравился? Тем, что я очень сильно удивилась, насколько здесь огромное сходство с ароматом от Home. Он действительно просто идентичный, но единственная разница в том, что он, конечно, бюджетный вариант нестойкий. Следующие три аромата от Dior это Absolutly Blooming, Blooming Bouquet и Miss Dior A.D. Parfum. Видео сейчас показываю. Это Miss Dior A.D. Parfum. Был перевыпущен в 2021 году. На заднем плане уже у меня баночка практически использованная стоит. И вот такой вот интересный формат. Это уже Blooming Bouquet, но это я когда покупала полноразмерную, прошу прощения, версию. Здесь в подарок шел такой вот кейс для дорожной травл-путешествий. Можно было переливать духи, очень удобно, чтобы большие банки с собой не носить, а вот такую красивую, кожаную, интересную упаковку можно было наливать отдельно. Пасается предыдущей миниатюрки, которую я только что показывала A.D. Parfum из Dior. В 2021 году был первый выпущен, как я уже сказала. Предыдущая версия, она пахла более такой вот весенней свежестью, белых и зеленых цветов с небольшой сладкой ноткой. Нравился мне аромат гораздо больше, чем нынешний. Нынешний аромат чувствуется, что изменился, и здесь уже больше сладостей, фруктов и цветов, я бы сказала. Верхние ноты здесь ирис, пион и ландыш, средний абрикос, роза и персик. Базовые ноты ваниль, мускус и сандал. Следующий аромат Dior Absolute Blooming, из-за того, что я переезжала из одной страны в другую, и свои вещи я экспортировала, перевозила именно при помощи корабля. Не знаю почему, но вот именно этот парфюм у меня испортился, именно в плане внешнего вида. Аромат остался таким же, но вот почему-то сама крышка пожелтела, и сама водичка в этой баночке, сам парфюм стал более темным. Выпущен в 2016 году. Верхние ноты здесь малина, черная смородина, гранат и розовый перец. Средние майская роза и пион. Базовая нота белый мускус. Лично для меня, как вы могли уже понять по этой баночке, она у меня довольно давно, я практически мало пользуюсь, она практически целая. И слишком, наверное, это уж резкий вечерний аромат. Действительно отчетливо чувствуется вот эта вот базовая нота белый мускус. Думаю, понравится этот аромат тем, кто любит довольно-таки тяжелые вечерние ароматы. Это что-то вот в сторону классических ароматов Chanel. Следующий, последний аромат из этой тройки, самый мой любимый из всей коллекции Miss Dior, это Blooming Bouquet. Принадлежит группе Цветочный. Выпущен в 2014 году. Старое название Miss Dior Cherry. Blooming Bouquet более легкая версия оригинального Miss Dior Cherry, который был выпущен первым 2005 года. Разработана специально, нынешняя версия разработана специально для азиатского рынка. Что касается нынешнего формата, это элегантная композиция, которая вдохновлена первыми днями весны. Дарит нежный, тонкий и свежий букет цветочных нот. Верхняя нота здесь сицилийский мандарин. Средние ноты розовый пион, дамасская роза, абрикос и персик. Базовая нота белый мускус. Несмотря на то, что здесь точно так же базовая нота белый мускус, как и у предыдущего, абсолютный Blooming, здесь этот белый мускус максимально, минимально чувствуется. То есть, если в предыдущем варианте очень отчетливо этот запах такой резкий белого мускуса, здесь это очень-очень нежно, еле ощутимый аромат. Действительно, очень легкий, приятный, свежий аромат. Идеально для любого времени года, времени суток. Шикарный запах как для вечернего аромата, так и для дневного. Абсолютно ненавязчивый, нерезкий и ненадоедливый. Один из немногих ароматов, который действительно нравится практически всем. У него очень большое количество поклонников. Следующие два парфюма от Chanel. Первый это Chanel Chance в зеленом таком формате выпуска. Есть, по-моему, еще розовый и обычный такой стандартный желтый. Что касается этого, он принадлежит группе шипровой, цветочной, выпущен в 2007 году. Верхние ноты здесь лимон, кедр и цитрон. Средние водяной гиацинт, розовый перец и жасмин. Базовые ноты белый мускус, пачули, ветивер, тиковое дерево, ирис и амбра. Именно эта линия Chanel Chance очень мило отличается от того, что принято вообще считать Chanel. Много, конечно, у этой линии поклонников. У меня были все ароматы из этой линии Chance, и все они для меня прекрасны. Сейчас вот такой вот зеленый Chanel Chance. Это очень свежий, бодрящий аромат. Чувствуются здесь цитрусы. Однако, на мой взгляд, это все же довольно плотный и ближе к вечернему аромат. Больше, конечно, подойдет на осень или на зиму, например. Потому что все-таки для лета, как лично мне, хочется что-нибудь более легкое, воздушное. Вообще, линейка шансов уже давно стала классикой ароматов Chanel. Еще хочется добавить, что этот аромат создает приятный шлейф. При этом он абсолютно ненавязчивый и достаточно легкий, как для таких вот вечерних ароматов. Следующий аромат Chanel номер 5 в обновленной версии 2016 года отличается от стандартного Chanel номер 5. Я его, конечно, подарила маме. Ей он понравился намного больше. Но она меня, в принципе, любитель таких вот тяжелых ароматов. Для меня та предыдущая версия была слишком удушающим и пах каким-то просто тройным одеколоном. Действительно, прям какой-то аромат из очень древнего прошлого. Ну, а вот что касается новой версии, то аромат намного приятнее и уже гораздо более современней. Однозначно, это вечерний аромат создает достаточно ощутимый шлейф и очень стойкий. Флакон обычной формы, казалось бы, но что-то в нем, согласитесь, есть манящее. Действительно, очень нравится почему-то мне этот флакон. Сам аромат лучше всего, конечно, раскрывается именно в холодное время года. Для лета, возможно, будет немного удушающим, на мой взгляд. Следующий я покажу вам три парфюмированных спрея. Victoria's Secret, Brazilian Crush и японский бренд Samurai. Спрея для тела от Victoria's Secret, Aqua Kiss. Морской аромат, легкий, воздушный, свежий и довольно стойкий. На мой взгляд, это как аромат унисекс. Подойдет как аромат и для женщин, и для мужчин, но, повторюсь, еще раз, очень легкий. Давайте вместе с вами теперь буду складывать свои парфюмы в органайзер и параллельно рассказывать о них. Первый это Dior Jador. Принадлежит группе цветочные, фруктовые. Классика, женственный, нежный, цветочный, с отголосками фруктов. Аромат уместен везде, в любое время года. Достаточно стойкий, но не кричащий. Насколько я знаю, есть их несколько вариантов. От более такого темного, желтого, насыщенного цвета самой этой водички, до вот такого более светлого. Наверное, у меня это более такой легкий вариант этого аромата. И хочу сказать такой небольшой секретик. Этот аромат нравится большинству, если сказать практически не всем мужчинам. Следующий. Givenchy Angel and Demon довольно очень популярный в прошлом. Знаю, многим нравился этот аромат. Он есть в нескольких вариантах. В черном флаконе, в сиреневом, в стандартном желтом. Может еще какой-то есть вариант. Но у меня вот такой вот розовый с блесткой. Надлежит группе цветочные. Яркий аромат белых цветов и жасминового чая. Имеет свойство менять аромат на теле через некоторое время носки. Примерно через 4 часа раскрывается совершенно по-новому. И отличается аромат от того, как только его нанесла. Интересный формат. В составе блесточки, но на коже их совсем не видно. Действительно интересный и необычный аромат. Я чувствую отчетливо древесные нотки и почему-то нотки табака. Также свежий цитрусовый цветочный фруктовый аромат. Идеальный, конечно, на каждый день. Люксовый аромат и хорошо стойкий. Следующие 3 аромата покажу вам от Estée Lauder. Вообще почему-то на парфюмерию от Estée Lauder довольно мало каких-то обзоров. И на мой взгляд это совершенно несправедливо. Потому что у парфюмерии Estée Lauder действительно есть что выбрать. И на что обратить свое внимание. В частности, у меня сейчас самый любимый простой всей моей коллекции. Это аромат от Estée Lauder, который называется Beautiful Belle. Относится он к группе Восточные Цветочные. Выпущен в 2018 году. Верхние ноты здесь мимоза, личи и роза. Средние гордения, тубероза и цветок апельсина. Базовые ноты марципан, замша, мускус, корень ириса. Аромат очень красивый, стойкий и элегантный. И лично меня этот аромат просто вдохновляет. Сразу появляется какое-то настроение женственности, чувственности. Ассоциируется с ухоженной, интеллигентной девушкой или женщиной. Со всякими такими вот женскими штучками, украшениями, каблуки, косметикой и все в этом роде. Очень действительно тонкий, красивый, женственный, утонченный аромат ухоженности. И какое-то дать такое вот предчувствие весны. И как по мне, это родственник Диор Жедор. Поэтому кому надоел стандартный запах аромат от Диор, обратите внимание на вот такой вот аромат от Эстелаудо. Идеален вообще для любого времени года и времени суток. Абсолютно не навязчивый и не удушающий, например, в качестве дневного аромата. И шикарен для вечера. Иногда может, конечно, садиться и раскрываться по-разному. Ну, это действительно редкий случай. Иногда это как теплая такая вот мимоза с нотой аморетто. А иногда больше как белые цветы. Действительно очень интересный, необычный, запоминающийся такой вот аромат хамелеон. Он слабо сладкий, цветочный, освежающий. Есть в нем какой-то шарм и изюминка. Настолько мне понравился сильно этот аромат, что после того, как закончилась моя миниатюрка, я купила себе полноразмерную версию 50 мл. Следующий аромат, который я вам хочу показать, он также от Estee Lauder, называется уже Beautiful Magnolia. Он принадлежит группе цветочные водяные, выпущен в 2021 году. В коллекции есть три аромата. У меня стандартный выпуск в парфюмированном спрее. Подойдет, конечно, для тех, кто любит свежие цветочные ароматы, не сладкие и такие вот легкие воздушно-водяные, я бы назвала. Верхние ноты здесь лепестки магнолии, лотос, матки, средние магнолия, гордения, турецкая роза, солнечные ноты. И база здесь мускус сандал кедр. Еще бы я, конечно, назвала этот аромат, это сестра или брат предыдущей версии Beautiful Belle. Очень, конечно, нежный, это легкий, красивый аромат. Подойдет вообще для любого времени суток. Я люблю, например, его наносить вечером, после душа, перед сном. И на утро я все еще ощущаю его в виде такого легкого воздушного цветочного аромата с такими некоторыми кремовыми нотками. Очень хорошо стойкий. Вообще у всех трех версий из этой линии аромат отличается. Поэтому обязательно попробуйте, послушайте на себе, чтобы выбрать, какой вам больше всего подходит. Но лично я хочу в своей коллекции все три этих аромата. Поэтому в ближайшем будущем планирую докупить еще и те два, которых у меня нет. Вообще меня поразила до глубины души просто эта серия Parfuma Beautiful от Estee Lauder. Своей чувственностью, легкостью ароматов и при этом достаточно хорошей стойкостью. Еще два аромата, которые я хочу вам показать, они от Salvatore Ferragama из серии выпуска Incanto. Первый это Amity в зеленоватом флаконе. Подойдет, конечно, тем, кто любит цветочные фруктовые ароматы. В нем манящие нотки мандарина, дыни, персика, жасмина, лотоса. Очень интересный аромат. И я бы его назвала, наверное, даже летний весенний аромат. Вообще у меня, по-моему, было практически все ароматы из этой коллекции Incanto от Salvatore Ferragama. Но мой самый любимый, это вот такой вот, который под названием Shine, такой голубовато-розовом флаконе. Фруктовый, сладкий, сладкий, но не приторно-сладкий. Очень легкий и свежий. Еще здесь есть нотки какого-то цветочные нотки и пудровые. Действительно, очень интересный аромат. Теперь два аромата от Coach. Оба аромата принадлежат группе цветочной. В розовом флаконе доминируют нотки груши, отголоски розы, древесные нотки. Абсолютно не приторный, достаточно комплементарный аромат. Очень стойкий. Оба эти аромата отлично подойдут для весны и лета. В черном формате пахнет свежестью. База цветочно-пудровая и немного плотнее и вечернее аромат, чем у розовой версии. Также отчетливо чувствуется аромат малины, груши, горденьи, замши и сандала. Оба эти аромата мне очень понравились, так что я не смогла определиться и купила сразу два. Тоже как и розовый, этот очень сильно, достаточно стойкий, так что сильно обливаться ими я не советовала бы. Для яркого аромата, который будет держаться весь день, вполне достаточно двух нажатий на дозатор. Теперь два аромата от японского бренда Sensai. Оба они выпущены в 2015 году. Там, где более темная желтая водичка, это The Silk Aude Parfum. И светлая это The Silk Aude Toilet. То есть формат парфюма и туалетной воды. Оба аромата недостаточно стойкие. Хотя принято, конечно, считать, что парфюм он более стойкий и насыщенный по аромату, нежели туалетная вода. Но лично, по моим ощущениям, это не касается этих двух вариантов, потому что туалетная вода в этом выпуске мне показалась даже чуть более насыщенной и яркий, имеет аромат, чем парфюм, в котором, на мой взгляд, наоборот, чуть более нежный и воздушный запах. Ну и так, немного подробнее об этих двух ароматах. Формат парфюма, он очень деликатный, нюдовый, имеет запах пудры и уходовой косметики, чистой кожи и нежности. Если нанести на одежду, то будет сохраняться несколько дней. Действительно, здесь очень нежное такое вот переплетение амбры, мускуса и легких цветочных нот. Аромат шелковой кожи вам просто гарантирован. Еще бы я добавила, что это аромат ухоженной такой вот элегантной девушки или женщины, абсолютно ненавязчивый и не удушающий в качестве, например, если дневного аромата и, конечно, отлично подойдет для вечернего. Также хорош в любое время года. Теперь, что касается туалетной воды от Сенсай, это, конечно, принято считать, что это более легкая версия предыдущего парфюма, но, как по мне, аромат, он довольно, конечно, похожий. Очень такой интимный, не зря флакон сделан в виде кокона, это действительно нежнейший аромат кокон, создающий ауру ухоженности. Интересное сочетание нот, чего-то такого пудренного, свежего, цветочного, молочно-миндального, очень женского. Оба эти аромата сразу после нанесения, конечно, кажутся немножко сильными, но спустя буквально парочку минут они развеиваются и получается очень красивый, нежный и деликатный запах. Абсолютно не создает удушающий шлейф, который, например, многих вокруг может раздражать. Идеально, конечно, эти два аромата для мегаполиса, для работы, учебы, скажем так, чтобы не напрягать народ своими предпочтениями в парфюме. Вообще, в Японии, в принципе, не принято, когда от человека исходит слишком сильный запах, аромат парфюма, который, например, может оставлять шлейф еще на два часа после того, как человек ушел. Вообще, философия аромата в Японии, это то, что запах, аромат не должен идти дальше, чем кимоно. Следующий мой самый любимый аромат из коллекции Joe Malone, это английская груша и фрезия. Поднадлежит группе шипровый, фруктовый, очень яркий и вкусный аромат, выпущен в 2010 году. Верхние ноты здесь груша и дыня, средние фрезия и роза, базовые ноты мускус, пачули, ревень и амбра. Подойдет, конечно, тем, кто любит такие достаточно яркие, фруктово-цветочные, сладкие, амбровые ароматы. Очень действительно запоминающийся аромат, и в отличие от предыдущих сенсай, у этого есть небольшой шлейф. Интересно, конечно, что здесь можно было сделать в магазине гравировку своего имени на крышке флакона. Сейчас при монтаже я заметила одну такую интересную-интересную, что когда смотришь на флакон сверху вниз слегка, то на помпе и на крышке флакона кажется, как будто есть тиснение в виде волн или какой-то короны. Действительно очень интересно, и никогда почему-то раньше не замечала этого. Прям, знаете, можно, рассматривая этот флакон, развивать свое собственное воображение. Теперь туалетная вода от Герлен. Раньше это был мой самый любимейший просто аромат. Это группа цветочные и фруктовые. Подойдет тем, кто любит вишневые, сладкие, фруктовые, цветочные, мускусные ароматы. Также присутствует аромат белых цветов, зелени, нотки ореха, розы, миндаля и пачули. Из этой серии Герлен платья ароматы между собой немного отличаются, но, честно говоря, мне нравятся все, которые есть в коллекции. Возможно, когда закончится этот, куплю другой из этой же серии. Кроме того, у меня раньше уже был La Petite Rob Noir, но в более темном флаконе, и он тоже был просто потрясающий. У всех этих ароматов из серии платьев есть довольно стойкий и ощутимый шлейф, поэтому имейте в виду те, кому это важно. Ну и эти ароматы я бы, конечно, больше отнесла вечерним, нежели дневным. И почему-то лично у меня этот аромат, он ассоциируется с зимой, с рождественскими праздниками, с елкой и теплым глинтвейном. Следующий, Omnia Crystal Line Bulgari, верхние ноты здесь, бамбук и груша, средние, лотос, чай, черная смородина, база здесь, мускус, гвайк и дубовый мук. Полюбился этот аромат мне, конечно, с первого раза, очень много лет назад, несколько раз я его уже, конечно, перепокупаю. Я бы назвала этот аромат такой, вот знаете, завораживающий и пленящий. Подойдет для тех, кто любит свежие древесные ароматы и ароматы свежей цветочной зелени. Груша здесь, конечно, придает такую легкую пикантную нотку сладости. Это, можно сказать, что миниатюрка, потому что я покупала этот аромат в наборе, и здесь всего лишь 25 мл. Но оригинальная упаковка этого парфюма выглядит следующим образом, так как вы сейчас видите это на экране, это предыдущая версия, с таким вот серебряным замком. И обновленная версия выглядит следующим образом. Следующий аромат, Flower by Kenzo, уже по самому названию, думаю, понятно, что, чего можно ожидать от этого парфюма. Очень цветочный аромат, здесь есть нотки зелени, свежести и много-много аромата цветов. Еще присутствует очень легкая, такая легенькая сладость. Идеальный аромат, конечно, для весны и лета. Также в качестве дневного аромата тоже очень хорош, потому что он абсолютно не ядреный, не навязчивый и не удушающий. Достаточно легкий. Выпущен он был в 2000 году, просто очень давно. Парфюмированный спрей для тела от японской марки Samurai. Это довольно популярная фирма парфюма в Японии. Что касается самого спрея, то это, конечно, стандартный японский аромат. Очень нежный, максимально женственный, свежий и слегка сладковат. Идеальное, конечно, сочетание для лета, на мой взгляд. Вообще, в летний жаркий период я больше всего отдаю предпочтение именно спреям для тела, нежели стандартным парфюмом. Следующий парфюм от бренда Anna Sui. Я его не покупала самостоятельно, мне его кто-то очень сильно давно подарил на день рождения, даже уже не помню, когда это было. Сначала мне он совершенно не понравился, и поэтому очень долгое время он у меня стоял в шкафу в коробке. Но спустя время я почему-то решила к нему вернуться. И, о чудо, он больше абсолютно мне не кажется таким, знаете, неприятным, каким казался раньше. И даже, кстати, наоборот, стал почему-то для меня таким, знаете, интересным ароматом под настроение, я бы назвала. Верхние ноты черная смородина, и именно она здесь чувствуется сильнее всего. Красная смородина и лимон. Средние ноты здесь малина, роза и гранат. Базовые ноты фиалка, мускус и кедр. Вообще, в Японии очень популярен этот косметический бренд Anna Sui. Косметика и, конечно же, парфюмы безумно популярны среди японок. Наверное, именно поэтому я и получила его в подарок на день рождения очень много лет назад. Шлейф здесь не длинный, но вблизи он, в принципе, ощущается довольно отчетливо. Идеальный, конечно, аромат. Я бы его назвала такой идеальный аромат для юных леди. Следующий аромат Lanvin Modern Princess. Очень вкусная комбинация сочного яблока, сладкой ванили и кислинки красной смородины. Если вам нравятся соответствующие запахи, то покупайте смело этот парфюм. Но у меня с ним почему-то люблю-ненавижу. Хотя уже половину флакона использовала, нужно сказать. Бывают дни, когда я прям балдею от этого классного аромата, а бывает, когда он прям меня жутко раздражает. Не знаю, почему так. Какая-то действительно магия у меня с этим парфюмом. И, конечно, думаю, что это супер классный аромат для весны и лета. Теперь парфюм от Jimmy Choo. Сразу скажу, что мне он абсолютно не подошел. Хотя в магазине, когда я его пробовала, показался достаточно интересный, необычный и сложный аромат. Вот, наверное, для меня он действительно оказался слишком сложным. Когда я его слышу на себе, то я извиняюсь, конечно, но у меня начинает просто буквально подкатывать какой-то комок горло. Прямо действительно плохо от этого запаха становится. Но когда использую как спрей для комнаты, то все, в принципе, нормально. Наверное, вот и продолжу его использовать именно как спрей для комнаты. Вот такие странности у меня происходят с этим ароматом. Что касается его характеристик, то держится он долго, довольно стойкий. Есть шлейф у него. Очень хороший такой сильный шлейф. Возможно, кому подойдет этот аромат, то это будет хороший аромат на зиму. Верхние ноты здесь груша, мандарин, зеленые ноты, средние ноты орхидея, базовые ноты тофи и пачули. Прей для тела вразильный анкраш. Понравится тем, кто любит очень сладкие, даже, я бы сказала, приторные ароматы и ароматы кокоса. Лично мне он еще пахнет сладкой карамелью. Вот Estee Lauder супер свежий, цветочный. Также здесь есть нотки зелени. Очень давно вышел в продажу и сразу же стал культовым ароматом у бренда Estee Lauder. Понравится тем, кто любит ароматы природы и ароматы цветочного сада. Верхние зеленые ноты, фрезия, фиалка, средние ноты ландыш, пион, сирень. База здесь мускус, кендер, сандал и пачули. Ну и теперь, наконец-то же, двигаемся к завершению этого видео и разложу сейчас вот такие вот миниатюрки. Обожаю, кстати, такие миниатюрки в последнее время почему-то. Быстренько использовал и купил новые. И плюс удобно, конечно, брать с собой в дорогу, в путешествия. Сейчас, конечно, супер популярные вот эти вот хайповые ароматы, парфюмы от Estee Lauder. Мне они нравятся всем. Estee Lauder Libre. Основные аккорды здесь белые цветы. Цитрус, лаванда. Следующий у нас Libre Intense. Ванильные белые цветы и лаванда. И стандартные Libre похожи на первые предыдущие, но больше здесь есть нотки цветов. Теперь мой самый любимый, любимейший аромат из масляного парфюма. Но, к сожалению, представляете, я совершенно забыла название этого парфюма. Но я помню, как он визуально выглядит, поэтому я пошла в Токио, в то место, где я его раньше давным-давно покупала. И, к сожалению, этого корнера в том торговом центре уже нет. Поэтому остается теперь только беречь остатки этого парфюма и пользоваться им очень бережно. Ну и, кстати, обратите внимание на саму упаковку. Это такой, знаете, привет от великолепного века. Многие узнали стиль вот такого вот парфюма в баночке, в такой таре, из этого фильма. И, получается, весь парфюм я уже практически собрала. Верхний ярус выглядит вот так вот. Довольно все аккуратно, мне кажется, лаконично. Это очень хорошо, красиво получилось парфюм от Сваровски, который я сама не покупала. Кто-то из подружек мне его подарил. Кстати, вообще абсолютно не имела представления, не знала, что в Сваровске есть парфюм. Сам аромат мне не очень нравится, напоминает какой-то аромат тройного одеколона. Но флакончик очень такой интересный и удобно тоже брать с собой, конечно, в путешествие. И очень интересно крепится вот эта крышка. Она абсолютно не спадает, очень хорошо, плотно, очень хорошо и плотно прикрепляется к самой баночке. Далее мой любимый наборчик миниатюров духов Lancome парфюма, который я покупала в Beauty Free. Первый вот такой вот, он довольно цветочный, больше здесь, конечно, аромат цветов. Следующий, здесь, конечно, больше мускуса, он более такой крепкий аромат, более вечерний я бы его назвала. Но тоже интересный, такой сладковатый, цветочно-мускусный аромат. И очень, посмотрите, такая интересная, мне кажется, у него оформление флакона. Очень женская и нежная. Миниатюрка от Guerlain, опять-таки, платье. Моя любимая серия парфюма от Guerlain. Платье такая же вот миниатюрка, положу-ка ее, наверное, наверх. Тоже посмотрите, сколько много собирается пыли, когда открытое хранение на открытом пространстве, на таких вот подносах. Конечно, лучше все это дело хранить именно в шкафчиках. Каких-то сейчас я вам показываю на видео. Это интересный такой гель с эффектом сияния для кожи от Givenchy. Он слегка увлажняет, абсолютно не жирный, не питательный. Именно такой классный увлажняющий гель для лета, особенно очень красиво смотрится на загорелой коже. Масло для волос от японского бренда. У меня также была точно такая же шампунь и кондиционер. Просто потрясающе пахнут. Я выбирала себе серию, которая с ароматом сакуры. Тоже обратите внимание, если где-то найдете на просторах интернета, именно шампунь и кондиционер, обязательно попробуйте. В плане масла оно довольно жирное. Японки у них, конечно, волосы более такие, а не плотные. Поэтому они и любят более плотные, жирные масла для наших славянских волос. Это слишком, слишком плотное такое питание будет. Но его, кстати, можно использовать как еще масло для кожи, для лица, для тела, для рук. Вот я его как раз и использую для зоны декольте и для рук. Теперь от Versace Bright Crystal, по-моему, называется. Это серия выпуска парфюма. Но мне, кстати, я вот недавно попробовала в Дьюти Фри, понравился больше именно розовая версия, нежели которая у меня. Но это тоже желтый, тоже интересный. Yellow Diamond называется тот, который у меня. Вспомнила я. Парфюм Fruit от Zara. Такой цветочно-фруктовый аромат интересный. Ну и давайте кап, наверное, я разложу куда-то вниз. Остальные все миниатюрки. О них уже, я думаю, не стоит рассказывать. Там что-то вообще есть абсолютно древнее, которое, наверное, уже не найдешь. И не такое уж интересное получается. Вот такой вот результат. Нет, все-таки я решила их переложить на второй ярус. Это, по-моему, даже вы представляете или от Avon, или от Ariflame. Прям какой-то динозавр парфюмерный, парфюмный в моей коллекции. А вообще я заметила при создании этого видео, что у меня, оказывается, поменялись предпочтения в парфюме. То есть то, что я покупала до этого раньше, и сейчас абсолютно разные ароматы. И последний на сегодня, который я хочу вам показать, это аромат от Lancome. Очень такой вот древесный, цветочный, розовый, пудровый, теплый, пряный. Тоже раньше мне безумно нравился, но сейчас я не могу сказать, что он мне не нравится. Но, скажем так, я более спокойно начала к нему относиться. Видео, конечно, у нас с вами получилось, немножко длинненькое. Но что поделать, потому что действительно много разного парфюма хотелось вам показать, что у меня есть. И, конечно, я постаралась максимально коротко и информативно о каждом из них рассказать. Поэтому, пожалуйста, поставьте лайк этому видео за мои старания. Надеюсь, оно, конечно, было для вас информативным, полезным это видео. Вы сделали для себя какие-то интересные заметки. Пишите, как вам результат до-после, насколько, вы думаете, удобен будет такой вот органайзер. Насколько вам, как вам, в общем, как вам нравится больше, как было до или как стало после. Если честно, мне лично нравится, конечно, вариант, который после. Потому что более это все, конечно, как-то емко. Конечно, теперь будет гораздо легче делать уборку, вытирать, в частности, пыль. Ну, а вы, пожалуйста, делитесь в комментариях вашими любимыми парфюмерными любимчиками, на которые стоит обратить внимание. Пишите, что вы думаете по поводу того парфюма, который я показала в сегодняшнем видео. Обязательно не выходите из этого видео, не поставив лайк. На сегодня это все. Всем пока-пока, хорошего настроения, до новых встреч, пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok